так пока дело начинаем асаны с положения стоя 4 упражнение мы ладони ворочим вверх и убираемся поясницу ладони и отталкиваем от поясницы локти стараемся свести поясницу вниз вот сюда таким образом у нас раскрывается грудной отдел локти стараемся свести бородок тянем вверх но не запрокидаем голову назад это место не заламываем оттягиваться по дуге стопы вместе и здесь мы дышим выдох выдох локти стараемся свести до вы до вы расслабились можно почувствовать как тепло появляется в животе даже раскрывается эта область давайте сделаем второй подход здесь ноги они у нас немножко по дуге получается тело здесь вот так вот тело по дуге получается выдох 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 и тянем грудь вверх еще упражнение делаем таким образом допустим берем левую руку правую берем правый залог и здесь вытягиваем боковую поверхность место на станции вверх мы не просто сюда загибаемся а мы вытягиваем это место и рукой потянув локоть и плечо чуть-чуть вверх и вниз затягиваем долго выдохнули дышим вдох выдох 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 вдох меняем положение берется если сбоку смотреть это вот так то есть это не сюда и сюда давай ноги у нас коленек выпрямлены то есть колени у нас как бы напряжены выдохнули дышим вдох выдох вдох выдох вдох выдох тут можно повторить серию если чувствуете что хочется раскрыть далее следующее упражнение уберем себя за ведра изнутри таким образом раскрываем грудной тел и тоже ноги в коленях до упрямляем напрягаем прямые сильные ноги раскрываем грудной тел и также дышим дышим таким образом другая может побольше взяться туда очень глубже или лучше раскрыть плечи выдох 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 вдох выдох и еще более продвинутый вариант мы Ладоник соединяем, лопатки и все же самое, стараемся прогнуться и дышим, вдох, выдох, вдох, вдох. Выдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо, следующее упражнение, наклон с замком, то есть у нас есть вот такой наклон, сначала мы такой делаем наклон, при дыхании выдохнуть, дальше мы вдох, выдох, локтями тянемся к полу. Выдох, выдох, выдох. И далее делаем замки. Привычный замок, обычный во всех традиционных школах, вот такой, и вот так вот люди делают, но более удобные замки, на мой взгляд, когда мы делаем вот такой замок. вот такие два замка берем себе вот таким образом. И еще есть замки, когда мы тоже перекрещу пальцы, но здесь мы не так оставляем, а стараемся его вернуть. в замок. Ну, сейчас мы сделаем только два вот таких замка запястных. Делаем первый замок и делаем наклон. кладем живот на бедра и насколько получается, опираемся выплямить локти и донь. выдох, 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 выдох. Поднимаемся, меняем замок, делаем вдох и опускаемся, опять делаем выдох. Дон. Выдох. Вотем. Выдох. Выдох. такой же вариант для более продвинутых хорошо раскрыты плечи делаем наклон до до стараемся ладони и не разводить. Выдох. Ну, по возможности. Вдох. Выдох. Хорошо. И здесь можно компенсировать нагрузку. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Аккуратнее здесь с запястьями, когда делаете вот эти упражнения. Если у вас не получается, не надо делать. Вот эти упражнения хорошо развивают запястья. Здесь проблем никаких не будет. Но, тем не менее, аккуратненько. Если чувствуете, что запястье перерастегнулись, перенапряглись, то сделайте какой-нибудь упор на руки. Упор на руки так, чтобы компенсировать напряжение в руках. чтобы вот это место включилось. Постоять на руках. Можно на коленях. Но самое главное, чтобы нагрузка была на запястье в виде упора. И таким образом мы компенсируем. Хорошо. Следующее упражнение. Так, следующее упражнение. Уже сидя, спускаемся, скручиваем. Значит, вариантов несколько для скручивания. Самый простой, когда мы ногу подводим под себя, но стараемся, чтобы у нас седачная кость опустилась на пол. Вторую ногу мы ставим перед коленом. Вот такое упражнение. Это самый простой вариант. вот у меня седачная кость опустилась. И далее мы тянем, скручиваемся, подтягиваем, стараемся подтянуть ребра к бедру. Это самый простой вариант. Более продвинутый, когда мы заводим локоть таким образом. Вот такое упражнение, когда еще делают дня на мудру. Кручиваются. Но, еще более удобный вариант. Когда мы опускаем в руку, цепляемся пальцем за коврик, таким образом мы мышцы не напрягаем, которые нас скручивают. Когда мы сцепились, они расслабились. То есть мы здесь минимизируем напряжение. И вот мы прижали живот к ребрам. Далее стараемся раскрыть плечи, грудной отдел. И вот в этом положении нам надо подышать. В этом положении очень хорошо раскрывается грудная клетка. Выдохнули. Дышим вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И дышим от желата. Вдох. Выдох. Напоминаю, если тяжело дышать, да, руку так ставим. Если тяжело в этом положении дышать, когда у нас вот так вот все сжато, ну, хотя бы так заводим и здесь дышим. Но при этом движение всегда стараемся макушкой тянуться вверх, чтобы выпрыгнуть позвоночник. Вот у нас вот так вот, наша задача вот так. У меня положение. Сейчас вы увидите, как оно с другой стороны выглядит. Вот я макушка изверх. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Теперь более продвинутый вариант, когда мы садимся в дирасану. То же самое, только нога уже у нас идет не на другую сторону, а вот так, можно показать. И вот здесь можно дирасану сажусь седалищной кости. Да, здесь стопа не сюда, стопа у нас подворачивается под таз. То есть как гусиная лапка. И затем так же ногу оставлю и здесь скручиваюсь. То же самое. дыхание на эту сторону в дирасану. Когда мы встанем с вирасану, подножную мышцу достаем таким образом, чтобы не было нагрузки на колено через меня. таз. И то же самое. Вот здесь я еще беру себя за стопу, чтобы туда раскрыть лучше. И за него рукой уже отталкиваюсь, чтобы позвоночник был более прямой. Но это уже более продвинутый вариант, поэтому я его не озвучу. Следующая дирасана делаем гамукасану. Гамукасан делается таким образом. Вот здесь так, чтобы обе седающие кости сидели, касались пола. У нас будет перекос, может быть, но стараемся. Хорошо. И здесь мы делаем сим. мы уходим голову назад, тянем силы вдох и с выдохом мы тянемся язвиком к груди вот этой ямке и со звуком таким, как кричание льва, львенка. Называется симка кричейка. Поза два таким образом руки можно взять от себя до стопы. Затем меняем положение ног. повторяем то же самое. После того, как мы выдохнули, можно на выдохе потянуть живот и задержать бихание на какое-то время. Взгляд при этом сосредоточится межброви. движение здесь ощущение мощное активации происходит этого центра, который связан с сердцем, связан с общим сплетением, выражение себя, это все как бы одна цельная система по выражению себя. После того как мы активировали, садимся на пятки, тазом кладем ребра живот на бедра, ноги вместе здесь, в ладони складываем, можно сделать мудру, можно будет делать такую мудру, мудру несколько любых, но можно просто садить пальцы, большой палец на большом перекрещивании. Лок на пол, большие пальцы ног тоже перекрещиваются. И здесь дышим, выдохнули, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Дальше затем ложимся, и сбрасываем напряжение со всего тела, здесь пятки вместе, ладони вверх, делали до трех минут одну-две минуты две-три минуты в зависимости от того, как вы интенсивно делали и делаем следующие асаны